Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно по традиции мы начинаем с вами видео обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 27 апреля и киевское время 19 часов. Сегодня в Москве закрывается Красная площадь на две недели до 10 мая включительно. Как это будет выполняться, вот мы заодно с вами и понаблюдаем на протяжении следующей недели. За сутки противник нанес 7 ракетных ударов и 39 авиационных ударов. Также было осуществлено 61 удар реактивными системами залпового огня. Удары наносились как по критической инфраструктуре, гражданским объектам, так и по позициям наших войск. К сожалению, вероятность новых ракетных ударов по всей территории Украины сохраняется. Надо уточнить, что ракетный удар, который был нанесен вчера по Николаеву, и было 4 ракеты. Изначально подавалась информация, что ракеты были из комплекса ПВО С-300. Но, как потом уточнил генеральный штаб, ракеты оказались калибрами. Это крылатыми ракетами, калибр, выпущенными с акватории Черного моря. Кораблями на Черноморской эскадре, носителями этих ракет. Скорее всего, это было связано с тем, что давно не было калибров. И мы помним, что журнал Forbes, который любит считать финансы, посчитал количество ракет. Стоимость выпущенных и стоимость оставшихся. И по этой стоимости мы примерно ориентируемся, ну это открытая информация, по которой мы можем ориентироваться. Что калибров осталось неприкосновенный запас. И тут вдруг 4 калибра. Скорее всего, это связано было с тем, чтобы постараться заставить, точнее, генеральный штаб вооруженных сил Украины и оттянуть какое-то количество средств противоракетной обороны от линии фронта, особенно на Донбассе. Может быть, вот такой вариант этого ракетного удара. Далее, основными усилиями противника являются наступательные операции на направлении Бахмут, Авдеевка и Маренко. То есть, ситуация здесь не меняется. Три самых горячих точки. За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили 54 атаки со стороны российских оккупационных войск. Ну, пройдемся по оперативным направлениям. Волынская и Полесская здесь без изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. В сети появился очень интересный факт, что оказывается, помните, зимняя переброска войск на учебные центры, полигоны, потом их возвращение в Российскую Федерацию, которая проводилась демонстративно, об этом нам сообщали, сообщал и белорусский гаюн оппозиционный, или будем так говорить, информ, рупор белорусских партизан. Оказывается, это была информационно-психологическая специальная операция, направленная на то, чтобы наш генеральный штаб испугался, принял это всерьез и начал массированную переброску войск на украинско-белорусскую границу с целью предотвращения нового вторжения со стороны Белоруссии. Но, видите, наш генеральный штаб оказался мудрее в этом вопросе и не повелся на... слишком мало было задействовано силы и средств, видимо, для того, чтобы убедить нас в правдивости той информации, которую, оказывается, пытались донести до нас российское военное командование. Далее, Северщина и Слобожанщина. Здесь тоже ситуация без изменений, обстрелы, к сожалению, продолжаются, в том числе и с применением авиации. Планирующие бомбы залетают, артиллерия вражеская наносит удары, и такая ситуация сохраняется во всех трех областях – Черниговской, Сумской и Харьковской области. Далее, Купенско-Лиманское направление. Здесь противник не проводил никаких наступательных операций. Враг продолжает укреплять свои позиции в некоторых районах. То есть они здесь практически на Купенско-Лиманском направлении. Можно констатировать, что они, если они еще вчера, позавчера пытались бодаться в Серебрянском лесничестве, пытались вытеснить наши войска, то сегодня Генеральный штаб констатирует, что они в основном занимаются фортификационными сооружениями, укреплением линии собственной обороны. Точнее, им надо ее создать, потому что они вели наступательные действия и особо об оборонительных вопросах не задумывались, не заморачивались лишний раз. Вот теперь они к ним приступают. Но при этом интенсивность боевых действий, атак нету, но перестрелки, позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами, они продолжаются. Бахмут. Здесь, как всегда, самая тяжелая обстановка и самая тяжелая ситуация. Враг продолжает наступательные операции, любыми силами и средствами идут тяжелые бои уже в западной части города Бахмут и у населенного пункта Хромова. Хромова мы продолжаем удерживать. Дорога, так называемая дорога жизни в Бахмут, она не используется уже как трасса, но она стала сегодня у нас оборонительным рубежом. Перейти эту трассу противник не может. Не перейдя эту трассу, ни о каком окружении или закольцевании Бахмута речи не идет. Но надо отметить, что противник смог выдавить нас в западную часть Бахмута, и сейчас в западной части города идут очень ожесточенные бои. Мы удерживаем только западную часть города. Но город продолжает сражаться. Все заявления российской стороны о захвате Бахмута не соответствуют действительности. Авдеевка. Противник предпринял наступательные операции в окрестностях самой Авдеевки, Северного и Первомайского. Первомайская, которая Донецкой области. Ни одна из попыток наступательных действий не увенчалась успехом. Все попытки были отбиты нашими войсками, и противник откатился на исходные позиции. По некоторой информации, в районе Авдеевки российские войска несут очень большие потери. Причем как в технике, так и в личном составе. Но, тем не менее, пока что попытки возобновить наступление они не оставляют. Хотя надо отметить, что количество атак на этом направлении падает. Далее Марьенко. Здесь тоже противник атаковал. Здесь продолжаются ожесточенные бои в самом населенном пункте Марьенко и в его окрестностях. Но линия фронта замерла. Надо это отметить, констатировать, что как были ожесточенные бои за центр Марьенко, так они и продолжаются. Все стоит на месте. Шахтерское направление. Здесь никаких наступательных операций не проводилось. Позиционные бои, работа, артиллерийские дуэли, перестрелки. Российская артиллерия пытается наносить максимальное огневое поражение угледару. Наша артиллерия ведет контур-батарейную борьбу. Судя по сводке Генерального штаба, сегодня будем тоже об этом говорить, о потерях. Последние дни количество артиллерийских систем в потерях российских войск резко возросло. Это говорит об успешности ведения контр-батарейной борьбы со стороны наших сил обороны. Ну и запорожско-херсонское направление. Здесь противник продолжает наращивать свою оборону. Появились в сети спутниковые снимки, где показаны опорные пункты, которые оборудуют российские войска вдоль левого берега реки Днепр. Но они не у самой воды, не у самого уреза, а на определенном расстоянии за всеми водными рукавами или прилегающими к Днепру реками. Вот, ну будем как так говорить, бассейна Днепра. Они отошли за водные преграды, я уже объяснял почему. Потому что снабжение войск на островах или на другом берегу довольно проблематично. Утопий мост, разрушив с помощью артиллерии, и войска остаются без подпитки. Но тем не менее, а вот уже на материковой части левого берега Днепра, они оборудуют опорные пункты с целью создания сплошной системы обороны вдоль левого берега. Здесь, на Херсонском и Запорожских направлениях за прошедшие сутки было обстреляно порядка 30 населенных пунктов на правом берегу и на подконтрольной нам части Запорожской области. И далее наша артиллерия пытается и проводит там контрбатарейную борьбу. Это в принципе главная задача. Там активных боевых действий пехота не ведет, поэтому главная задача артиллерии это контрбатарейка. Далее, воздушные силы Украины за сутки нанесли 11 авиационных ударов по концентрации или по районам сосредоточения российских оккупационных войск. Уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины уничтожила 2 системы ПВО и 2 важные военные цели противника. По состоянию на сегодняшнее утро в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить 24 ракеты. Это говорит о том, что они загружены этими ракетами. Обычно Генеральный штаб так дает цифру. Какой дают залп, значит предположительно столько ракет находится на борту этих носителей. По потери противника за прошедшие сутки составили в личном составе 510 человек, в танках 2 единицы, в боевых бронированных машинах 16 единиц, артиллерийских систем 10 единиц, реактивных систем залпового огня 3 единицы, средств ПВО 1 единица, беспилотников оперативно-тактического уровня 21, это включая шахеды, мы их туда же относим, автомобильной техники и автоцистерам уничтожено 13 единиц за прошедшие сутки. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немного на этом военную обстановку часть мы заканчиваем, оперативные обстановки и поговорим немножко о международной обстановке. Ну беспрецедентным я считаю заявление, поэтому нельзя было его наверное обойти, это заявление президента Южноафриканской республики. Дело в том, что в этой республике в августе месяце должен проходить саммит БРИКС. Ну естественно в БРИКС входит и Российская Федерация. Но ЮАР изначально было сделано заявление после выдачи международного ордера на арест Путина как преступника. Изначально они заявили, что они выполняют требования международного уголовного суда и арестуют Путина. Но тут вдруг оживился парламент ЮАР и правящая партия, она имеет большинство в парламенте, голосует за выход из юридикции международного уголовного суда. Сегодня такое заявление, вчера точнее такое заявление сделал президент ЮАР о том, что ЮАР выйдет из договора о признании международного уголовного суда. Ну таких прецедентов было очень мало и ради визита Путина поставить страну вне правового поля международного очень рискованный шаг. Хотя это политическое заявление. Решения, самого решения о выходе пока что нет. Парламент не голосовал за выход. Они проголосовали на то, чтобы организовать этот процесс. Но самого процесса нет. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну вот такой вот прецедент создала ЮАР в международном праве. Далее, тут прозвучал целый ряд заявлений, которые нельзя оставить без внимания. Это то, что вооруженные силы Украины, ну вот мы с вами переживаем, это одна из составляющих готовности наших войск к проведению контрнаступательных операций. Это поставки вооружения. Готовность войск и поставки вооружения. Одно вытекает из второго. Соответственно, мы много, в том числе и критических замечаний давали в сторону наших партнеров. И партнеры делали заявление, вот как Германия, о том, что они не успевают поставить техники. И вот есть официальная информация уже от командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Каволли. Он сделал заявление о том, что вооруженные силы Украины получат все необходимое, все вооружение, необходимое для готовящегося контрнаступления вовремя. И он сказал, я уверен, что мы уже доставили необходимое им вооружение и будем продолжать наши поставки, чтобы поддержать ведущиеся операции. И также он сделал еще заявление, что Украина находится в хорошей позиции для контрнаступления. Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с нами, то есть с украинцами, Украина находится в очень хорошей позиции для начала контрнаступательной операции. Это все заявление, которое сделал генерал Каволли, добавив, что Соединенные Штаты работали с ними над возможной неожиданной атакой. То есть предусматривался даже вариант, если Россия перейдет в наступление. Отмечает также генерал о том, что сухопутные войска России на территории Украины сегодня больше по численности, чем в начале военной агрессии против Украины. Ну и Генс Столтенберг тоже не остался в стороне и сделал заявление о том, что страны НАТО передали Украине 98% обещанной техники, то есть практически все поставлено. И подготовили, вооружили больше 9 бригад вооруженных сил Украины, заявил Столтенберг. Вот такие, ну Генсек Альянс уточнил, что Украина получила, он в принципе повторил слова министра обороны Соединенных Штатов о том, что Лойда Остерна, о том, что Украина получила 1550 бронированных машин боевых, 230 танков. Кроме М-1 Абрамс, их ожидает до конца года и огромное количество боеприпасов. И тоже Столтенберг подчеркнул, что поставки военной техники Киева идут согласно графика, а военная поддержка будет продолжаться. Ну, как говорится, их слова до Бога выше. Дай Бог, чтобы это было так, и мы надеемся, что это так. И, соответственно, остается вопрос только готовности наших войск к началу контрнаступательных операций. Вчера, я скажу так, что многие содрогнулись на международной политической арене, потому что президенту Турции Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Он начал падать в обморок, когда вел прямой эфир в ПСС своим предвыборным интервью. Мы знаем, что 14 мая должны пройти выборы, и мы понимаем о том, что настолько разная политическая позиция у основных оппонентов или основных кандидатов на пост президента Турции, это Эрдоган и Камаль, Кармаль, по-моему, правильно, вот, тот считается таким более социалистом, а Эрдоган более такой тоталитарный, вот, и это может кардинально повлиять на политическую позицию Турции на международной арене. Так что, вот, вчера во время прямого эфира, когда он начал падать в обморок, интервью прервали, после этого Эрдоган отменил поездку в рамках предвыборной кампании по городам Турции, его госпитализировали. По некоторой информации, поздно вечером в больницу к Эрдогану вызвали жену и членов семьи, вот, и пошла информация о том, что у него якобы инфаркт Микарда, не Карда, инфаркт Микарда. И, соответственно, все заволновались, вот, но сегодня уже появилось, никто не подтверждал вчера в течение всего, всех оставшихся суток, это произошло уже ближе к вечеру, сам ни факта инфаркта не подтверждали, ни факт резкого. Говорили, что стало плохо и госпитализировали, да, и говорили о том, что семья. Вот, а сегодня утром уже центр по борьбе с дезинформацией администрации Эрдогана опроверг сообщение, что президент Эрдоган пережил инфаркт, никакого инфаркта не было, просто ему стало плохо, скорее всего от переутомления. Они заявили, что Эрдоган жив, президент Турции провел телефонный разговор с президентом России. Даже показали это, как он разговаривает с Путиным по телефону. Вот, ну, кстати, там вчера вечером, вчера поздно вечером, после того, как появилась вот эта новость о том, что Эрдогану стало плохо, появились видеокадры из Москвы, что якобы очень поздно вечером в Кремль примчался Путин, и это, и эти два события связывали. Ну, на сегодняшний день есть информация о том, что этот кортеж мог быть ненастоящим, в том плане, что у Путина у самого со здоровьем не ахти как хорошо, но для того, чтобы показать, и что он не сидит постоянно в бункере, скрыть состояние здоровья реальное Путина, и показать, что он не сидит в бункере, а ведет активную политическую деятельность по управлению страной, иногда по Москве гоняют пустой кортеж. Со всеми причиндалами, чтобы создавалась иллюзия, что Путин приезжает на работу, уезжает с работы, то есть работает. Вот Эрдогану стало плохо, промчался кортеж в Кремль. Все подумали, поехал Путин. А есть версия, что его там в кортеже не было, что он как был в бункере, занимался своим здоровьем, так он сидит там же, продолжает, пытается вернуть, восстановить свое здоровье. Так что вот такая вот ситуация. На сегодняшний день пока не объявлено о следующих предвыборных мероприятиях Эрдогана, а там запланирована целая у него серия этих визитов, и все пока отменено и повисло в воздухе. Как будет дальше, посмотрим, восстановит он предвыборную кампанию. Уже, кстати, появилась даже версия, что болезнь Эрдогана, вот эту его слабость могут использовать для того, чтобы отложить выборы в Турции. Вот сейчас, допустим, медицинская комиссия скажет, что в связи с ухудшением здоровья одного из основных кандидатов с периодом лени, допустим, ему надо на реабилитацию 2-3 месяца. В связи с этим предложат парламенту Турции перенести выборы на середину или на вторую половину лета. Вполне возможный вариант. Почему? Потому что на сегодняшний день по опросам, социологическим опросам, Эрдоган проигрывает выборы. На 2, от 2 до 7% дают разные социологические компании, которые проводят социологические исследования. Эрдоган проигрывает своему основному оппоненту в рейтингах предвыборной гонки. Так что очень интересно развивается сюжет, посмотрим, как он дальше будет развиваться. Далее, в Российской Федерации, тут интересная новость, Мизинцева сняли, это замминистра обороны Российской Федерации. Он занимался вопросами поставок, но успел и отличиться на нашей войне. Он отвечал за тыловое обеспечение российской армии, особенно на территории Украины. И он отметился еще и успел покомандовать войсками на юге, а именно при захвате Донецкой области, Мариуполя и других городов. Но особенно отличился очень жестокими приказами в плане бомбардировок Мариуполя. Он смело отдавал приказы и считал, что авиация это основная движущая сила, что надо все сносить, стирать с лица земли. Помните бомбардировка роддома в Донецкой области, детской больницы, драмтеатр мариупольский. Это все приписывает, что Мизинцев отдавал такие приказы на бомбардировку этих объектов. И очень жестоко себя ввел, безжалостно, будем так говорить, по отношению даже к российским солдатам. Приказывал идти на штурм, идти в атаку, не обращая внимания на потери. Но его называли даже любимчиком Путина. Вот так он себя зарекомендовал. И тут, бах, пока причины отставки не говорятся, но я так понимаю, что там есть очень серьезные разногласия в самом генеральном штабе. Герасимов пытается, видимо, собрать свою старую команду. Все, кто не с ним, тот против не ленинский принцип. Кто не с нами, тот против нас. Поэтому Мизинцева и убрали, скорее всего, с должности заместителя министра обороны. Тем более, тыловое обеспечение. Очень много у них там, видимо, вопросов к тыловому обеспечению российских войск, особенно на территории Украины. Но своих таких загадочных друзей, проверенных войной, таких как Лапина, как командующего ВДВ, которых сняли в начале войны, в начале массированного вторжения в Украину. За одного сняли, Лапина сняли за разгром первой танковой армии, которую мы успешно сожгли на полях в Украине. Второго сняли за то, что воздушно-десантные войска, в принципе, облажались очень сильно и не смогли выполнить ни одной из задач, особенно связанных с десантом. То есть, по прямому предназначению. Но сейчас они возвращены, Герасим их вернул, они восстановлены в должностях и все командуют войсками в команде Герасима. Так что начинаются перетурбации, точнее продолжаются перетурбации в генеральном штабе страны-агрессора. И я думаю, это как в песне поется «Встание противника, крики и паника». Примерно, наверное, такая ситуация там начинает развиваться. То есть, начинаются внутренние разборки, что должно позитивно отразиться для нас на ходе боевых действий. Но, тем не менее, войска в Украине продолжают наращивать фортификационные сооружения. И вот поступила разведка доклада, британская разведка говорит, что они со своей... Кстати, это очень интересный нюанс. С помощью спутниковых снимков британской разведки удалось обнаружить, что на крышах реакторов на Запорожской атомной станции оборудованы позиции, оборонительные позиции. Они подняли туда на крышу мешки с песком, оборудовали бойницы, установили там вооружение в готовности защищать атомную станцию. То есть, они готовятся вести боевые действия на территории станции. Ну, понятно, что никто не будет использовать тяжелое вооружение для штурма станции. Я думаю, что вообще штурма станции может и не быть. И Наргодар находится в таком кармане, что если там будут какие-то наши наступательные, контрнаступательные действия, то, скорее всего, наше военное командование постарается сделать так, чтобы Наргодар оказался в кольце. И тут два варианта. Либо они успеют убежать, а опыт у них очень большой по жестам доброй воли, либо они окажутся в окружении и им будет предложен ультиматум сдаться. Вот такая вот ситуация. Но, тем не менее, британская разведка предупредила нас о том, что показали снимки, что на крышах реакторов мешки с песком и оборудованные позиции для ведения боев. Украина радует. Мы готовимся к открытию неба. Либо полностью, либо, ну полностью, вряд ли, частично, конечно, скорее всего, но, тем не менее, для гражданских рейсов. Об этом сообщил министр Франции. Оказывается, Франция проводит подготовку наших пилотов для того, чтобы у них был опыт. Они проходят сейчас тестирование на тренажерах, как летать в условиях вот такой, будем так говорить, полувоенной ситуации. И, видимо, там специфика управления авиатранспортом, она отличается. И говорят, что украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а страна помогает Украине подготовиться к моменту открытия авиапространства полностью или частично. Момент, когда над Украиной возобновят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее, заявил министр транспорта Франции. А в случае, если авиаторы не имеют практики, то по правилам безопасности не будут иметь право сразу возобновлять работу, сказал месье Бонн. Но имеется в виду, они должны пройти специальное обучение, как летать в таких условиях. Видимо, какие-то есть серьезные особенности. Институт изучения войны тоже постарался еще сделать свои выводы в очередной раз. И они считают, что и официальные лица Соединенных Штатов, и в Европейском Союзе считают, что Путин по-прежнему не захочет вести переговоры в ответ даже на успешное контрнаступление Украины. Ну, тем более, да, если контрнаступление будет успешное, конечно, он не захочет вести переговоры. Потому что для него это будет признанием факта поражения. Тут единственный момент, это смена политической власти в Российской Федерации. Или уход России в глухую, я бы так сказал, изоляцию с не просто опусканием, а с закрытием на замок железного занавеса вдоль всей границы России. То есть уход в глухую такую изоляцию. Что, в принципе, и делает Россия на сегодняшний день всеми мильными шагами. Ну, и также Институт изучения войны американский отмечает, что наша артиллерия в контрбатарейных боях против российских войск добивается впечатляющих результатов. Ну, я обратил внимание, ваше в самом начале этого раздела о том, что количество артиллерийских систем в сводке потерь российских оккупационных войск резко возросло. То есть у нас хорошие результаты по контрбатарейной борьбе. Чем больше гаубиц и систем артиллерийских мы выведем из строя, тем легче нам будет проводить контрнаступление. Ну, и вишенка на торте сегодня это война частных военных компаний между собой. То, что там компаний очень много, мы просто апеллируем с вами названиями самых известных. Вот мы знаем, Патриот, это частная военная компания Министерства обороны, которую они сейчас хотят развернуть и поставить, я так понимаю, вместо Вагнера. Вагнер потихонечку сливают. Я так думаю, что он уже свое дело сделал и, в принципе, он никому не нужен. Да и тем более Пригожин ведет себя таким вызывающим образом, что, видимо, составляет угрозу для военного руководства. Ну, или, во всяком случае, создает, как говорят в Одессе, делает им нервы в генеральном штабе российских войск. Вот, поэтому они решили его убрать. Ну, вот еще засветилась еще одна частная военная компания под названием «Поток». Это ЧВК «Газпромовская». Она создавалась как охранная фирма «Газпрома», выросла тоже в ЧВК. И называется она «Поток». Так вот, вагнеровцы повздорили с «Потоковцами» и дело чуть ли не дошло до перестрелки. Вагнеровцы угрожали расстрелять наемников из вот этой «Газпромовской» компании «Поток». Вот, в результате, в результате вот этой стычки, боевики или наемники ЧВК «Поток» записали видеообращение к Путину, где попросили у него защиты от вагнеровцев. Вот такие вот дела, вот такие внутренние разборки сегодня происходят уже в российских оккупационных войсках. И я так понимаю, это только цветочки, это только начало. Дальше будет хуже. Ну что ж, на этом мы с вами первый блок военных и военно-политических новостей закончим. Я по традиции делаю паузу. Еще раз напоминаю, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, приглашаю, подпишитесь. Кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Вопрос. Защищают ли наушники солдата от контузии после взрыва снаряда или бомбы? Скажу так, что нет, от контузии, к сожалению, они не защищают. Наушники снижают шумовое давление на барабанные перепонки. Вот вся роль наушников. В наушниках легче переносится вот этот грохот и шум. А контузия, она же происходит из-за ударной волны, которая распространяется в результате взрыва. И ударная волна действует на все тело человека, в том числе и на голову. И вот это сотрясание от ударной волны, оно и вызывает контузию в зависимости от степени или силы ударной волны. Поэтому наушники только снижают уровень шума во время введения огня или во время артиллерийского обстрела или бомбардировки. Надводные боевые дроны заходят в Севастопольскую бухту и по меньшей мере наводят там шорох. Вопрос. Почему ими не устраивает охоту на группировку, находящуюся в море? Ведь заграждений в виде сетей там вряд ли устанавливают. И ПВО имеет меньшую плотность, чем в районе швартовки. Спасибо. Я вам объясню почему. Потому что эскадра, которая или чей группа кораблей, которая находится в открытом море, она дрейфует постоянно. А также она может менять местоположение. И сориентировать туда дроны очень-очень проблематично. Поэтому можно их просто потерять. В море, в этой обстановке, мы не знаем точных координат, место ее стояния. Это дрейф. Поэтому и морские сражения происходят. Вот когда, допустим, крейсер Москва был в дрейфе и погода позволяла, был практически штиль. Тогда его, да, и ракеты идут, они с самонаводящейся головкой на последнем этапе траектории. Я вам объяснял, как она действует. Она включается и корректирует эту ракету. А пускать дроны просто в свободное плавание, в открытое море, чтобы они, сориентировав их, нарисовав район, это просто на сегодняшний день пока что таких умных дронов, которые бы в автономном режиме занимались поисковой работой, к сожалению, пока еще не сделали. Ну, сделают, будем пускать. Я не пойму один момент. Если орки сравнивают с землей дома, и наши вынуждены отходить, потому что стен нет, чтобы за ними укрываться, а российская армия занимает эти развалины, то почему наша арта не бьет по этим руинам? Кто вам сказал, что наша арта не бьет по этим руинам? Как только туда собираются россияне, наша артиллерия открывает огонь. Наши оставляют мины, ловушки, минируют и подрывают даже те подвалы, в которых они там накапливаются и прячутся. Просто вопрос в том, что у нас недостаточно артиллерии и боеприпасов для борьбы. Они идут волна за волной. Они не считают потери. У них принцип такой, что убили, тут же заменили. Убили, тут же заменили. И грузовиками просто подвозят резерв. Вот и вся проблема. Проблема в том, что они идут нескончаемым потоком. И мы просто не успеваем отбивать их атак. За счет этого они продвигаются. Вот такая вот у них тактика. Артиллерии у них больше, количество снарядов, которые они выкладывают на грунт, у них в разы больше. И, соответственно, личного состава тоже в разы больше. Но это они могут сделать только на отдельных участках. Сейчас таких участков три. Основной, конечно же, Бахмут. У меня возник вопрос. Я прочитал в недавних американских новостях, что несколько британских и немецких самолетов перехватили разведывательные российские самолеты на нейтральной территории в Балтийском море. Помешать российским самолетам там летать? Чем это отличается от российской деятельности перехватить американский разведдрон недавно? Мне их не жалко. Но хочу понять, имеют ли они право там летать? Привет из Бостона. Скорейшие победы в Украине. Они летать право имеют. Почему была поднята авиация? Почему был осуществлен перехват? Летать право они имеют. Потому что это нейтральное небо. Но летайте честно и открыто. Кстати, так как летал американский дрон над Черным морем, включите автоответчики свой-чужой и летайте спокойно, чтобы вас опознавали и никто вас не боялся. Группа российских самолетов в составе МиГ-29, две штуки, и Ил-20, это самолет-разведчик дальней радиолокационной разведки, шли в нейтральном небе с выключенными опознавателями свой-чужой. И именно поэтому, что неопознанные самолеты находились в небе, именно по этой причине была поднята авиация, по-моему, британская и голландская самолеты для перехвата. Как перехват осуществляется без боевых действий? Они просто находят их в воздушном пространстве, пристраиваются к ним и есть у пилотов, как у моряков, есть международные частоты, на которых они могут общаться. Они единые для всех. Это открытые частоты. И естественно на этой частоте начинают запрашивать, кто ты, что ты, почему ты не даешь ответ на опознавание свой-чужой. Вот что, никто не запрещает России летать. Летайте, спокойно, включите, пусть вас опознают и никто не будет нервничать. Вы имеете полное право. Но они же этого не делают, они же игнорируют международное право. Вот поэтому и был осуществлен перехват этих самолетов. А перехват, еще раз повторяю, это обнаружить в небе и дать понять, что их сопровождают и запрашивают на международной частоте, запрашивают, обозначьте себя. Подают такой сигнал. Вопрос. Какие перспективы существования будут у Черноморского флота Российской Федерации, если Украина в первую очередь освободит Крым и возьмет под огневой контроль Нептунами, прибрежную зону Новороссийска, смогут ли порты, находящиеся южнее Туапсе, обеспечивать работу военно-морского флота? Смотрите, если Крым освобождается первым, давайте немножко порассуждаем. Крым освобождается первым, естественно, вы абсолютно правы, мы заводим туда свои войска, в том числе и береговые комплексы, такие как Нептун и Гарпун. И в радиусе действия этих комплексов берем все военные объекты Российской Федерации под контроль, в том числе и деятельность Черноморского флота. Куда они будут перемещать флот, это уже вопрос к Российской Федерации. Когда наша перемога состоится, мы будем подписывать соответствующие документы с Российской Федерацией. Как они будут называться, сейчас уточнять не будем. И естественно, в этих документах будет оговорено, в этом же будут участвовать наши партнеры, они тоже захотят свою лепту внести в состав этих документов. И там будет четко оговорено, какой флот, в каком составе, в каком количестве будет иметь право иметь Российская Федерация в акватории Черного моря. Там все будет оговорено. Вот это будет определено международным правом Украины и коалиции стран, как победительниц в этой войне. А пока что на всю дальность достигаемости наших противокорабельных ракетных комплексов мы, естественно, будем контролировать. Вот смотрите, сегодня ту акваторию, которую контролируют наши комплексы, всю побережье Черного моря, и российские корабли не заходят в зону поражения. Они держатся осторонь и боятся попасть в зону достигаемости наших комплексов. В перспективе, я думаю, что там руководитель КБ «Луч» нам обещал, что, точнее не обещал, он сказал, что КБ работает над вопросом повышения дальности. Если, допустим, комплекс «Нептун» будет доведен до 300 или до 500 километров дальности действия ракеты, то тогда нам надо будет с Турцией договариваться. А вообще, кстати, Украина уже сделала первый шаг к тому, чтобы создать, ну, такую, я бы сказал, коалицию стран Черноморского бассейна. И провести конференцию, и там оговорить все нюансы в плане судоходства и эксплуатации бассейна Черного моря странами, входящими в этот бассейн. Поэтому, так что я думаю, что это будет коллективное решение, это будет не только наше. Но в плане обороны нашей страны, наши противоракетные комплексы будут контролировать на всю дальность досягаемости акватории Черного моря. Доброго дня! Хотел задать вам несколько вопросов, абсолютно разного характера. Первое. Возможен ли на той или иной почве военный конфликт между странами, находящимися в блоке НАТО? Что в таком случае предпринимает руководство организации НАТО? Ведь, как мы знаем, запрещены даже разведить действия стран друг за другом, находящихся в блоке НАТО. Но в НАТО пока один явный конфликт, который назревает, это Греция и Турция. Вот они и там не могут поделить сферы влияния. Такая ситуация, я думаю, что вопрос, если будет развиваться этот конфликт, то просто станет вопрос исключения одной из этих стран из состава Альянса. А дальше будет действовать устав самого Альянса. Кстати, очень много высказывалось претензий к Турции. И Турция даже в последнее время немного сбавила обороты, я имею ввиду агрессивность в отношении Греции, для того, чтобы не попадать под каток критики со стороны Североатлантического блока. А вообще я вам скажу, что страны НАТО, они настолько завязаны между собой, причем не только в военной сфере, но и в экономической, и в политической сфере. Потому что больше 20 лет Альянс оставался больше политическим блоком, чем военным. Они сейчас, поскрипывая, еле-еле переходят на военные рельсы, пытаются вернуться на военные рельсы. Сегодня они больше политический блок, чем военный. И поверьте, есть очень много рычагов и очень много стимулов для того, чтобы влиять на мнение отдельно взятой страны в Альянсе. Вот смотрите, как бы там Венгрия не упиралась, а все равно в общем решение она принимает, а там же принцип какой, либо все за, либо все против. Там нету большинства. Они хотели перейти, Европа сейчас хочет перейти к принципу большинства, в голосовании по разным вопросам. Но пока не отказались от единогласия. Поэтому находят же аргументы для того, чтобы убедить того же Орбана. Хотя он пророссийский и открыто об этом заявляет и ведет такую политику. Так что, и смотрите, как принимали Швецию и Финляндию. Ну, Швеция осталась только Турция. Я думаю, тоже вопрос, если Эрдоган побеждает на выборах, то вопрос будет решен. И с Эрдоганом в том числе. Если Кармаль побеждает на выборах, то Швеция вообще автоматом войдет в состав НАТО. Так что, там очень сложные взаимоотношения всегда находятся рычаги воздействия или аргументы для убеждения делать так, как все. Делай как мы, делай вместе с нами, делай лучше нас. Старый советский принцип. Он же, к сожалению, действует, может и не к сожалению, он действует сегодня и здесь, в таких больших организациях, как НАТО и как Европейский Союз. Поэтому, либо это исключение, либо это нахождение компромиссов, как это любят говорить на Западе, в демократических кругах. Второе. Мы пытаемся дособрать собственный ракетный комплекс. Но ведь можем пойти по кратчайшему пути и переделать ракеты ПВО, переданные странами-партнерами в системе «Земля-Земля». Или это запрещено производителям, внесение каких-либо изменений в конструктив. Ведь ТТХ этих ракет дает базу не менее эффективного вооружения, чем тот же С-300. Смотрите, ну, во-первых, там... Ладно, давайте пока оставим наш собственный ракетный комплекс. Это я имею в виду ОТРК, оперативно-тактический ракетный комплекс. Мы много о нем говорили и пока в стороне. По поводу ракет С-300 переделанных, можем ли мы переделывать их в режим «Земля-Земля». Во-первых, они и так могут, любой комплекс ПВО имеет функцию «Земля». То есть, когда ракета может применяться. Просто Российская Федерация повышает точность тем, что добавляет в эту ракету, в ее головную часть, систему GPS-навигации. Для того, чтобы ракета могла лететь под ранее заданным или по точно заданным координатам. Да, действительно, переделка, любое вмешательство в конструктив вооружения требует согласия стороны производителя. То есть, по идее, по международному праву, по правилам рынка вооружения, по идее, мы должны у России запросить разрешение на вмешательство в конструктив этого вида боеприпасов. Это одно. Но тут, в принципе, можно было бы и наплевать, с учетом обстановки, то, что Россия на нас напала и совершает акт вооруженной агрессии против нашей страны. Поэтому можно было бы этим пренебречь и сделать. Но вопрос упирается в ракеты. А где их взять, эти ракеты? То, что нам передали сегодня страны-партнеры, или передают, у нас там по заявлениям было оценено таким образом, что ракет примерно остается до конца мая. Хватит, точнее, из того, что есть. И судя по итогам Рамштайна, то, что пан Резников вышел и сказал, что все хорошо, мы все вопросы порешали. Из этого можно сделать вывод, что в том числе и что системы ПВО были приоритетом на этой конференции в формате Рамштайн. То можно сделать вывод, что вопрос поставки ракет для российских комплексов тоже решен за счет запасов стран-партнеров. Они нам дадут. Но этих ракет, дай бог, чтобы хватило для защиты нашего неба. Поэтому о какой переделке идет речь? Что мы будем переделать? Нам нечего переделать на сегодняшний день. Дай бог, чтобы нам хватило для защиты наших объектов с воздуха от российских ударов ракетами и авиацией. Поэтому я бы этот вопрос в повестке дня сегодня снял. Здравствуйте. Почему вы говорите, что ничего страшного не будет, если мы отойдем из Бахмута? А ведь даже президент говорил о том, что если будет отход, то следующим Бахмутом станет Краматор, Славян, Дружковка и Константиновка. Мы же видим, что война сейчас идет в городах, а не на полях, так как в поле нет достаточных укрытий. Ну, не совсем так. Но вот тут вам написали комментарий, я сейчас его зачитаю, это как половина ответа, а вторую потом озвучу. Да, эти города за Бахмутом и противник не остановится. С другой стороны, темп продвижения в Бахмуте составляет полтора километра в месяц. От Бахмута до окраин Краматорска 30 километров. До него 20 месяцев ползти российским войскам. Заметьте, что нигде кроме Донецкого направления вооруженные силы Российской Федерации не продвинулись за зиму. Что-то не так у второй, в кавычках, армии мира. А я больше добавлю, дело в том, что вопрос не будет оперативного простора за Бахмутом для российской армии. Объясню почему. Если вы откроете карту Google Edge, планета Земля, включите режим рельефа и посмотрите на населенный пункт Часов-Яр. Вы увидите, что город Бахмут с восток-запада подперт господствующими высотами. И российские войска, если они возьмут еще Бахмут, это еще не вопрос. Мы еще западную часть города мы удерживаем. Кстати, президент говорил, что если будет угроза окружения войск, то мы отойдем для того, чтобы не попадать в котел. И не избереть жизни наших военнослужащих. Будет организованный отход для того, чтобы избежать окружения. Если такая угроза будет. Сегодня, кстати, информация идет о том, что в Хромово мы отодвинули российские войска от трассы жизни. Поэтому ни о каком окружении речь не идет. Мы планово отходим под натиском российских войск. Да, я объясню, кстати, почему в оперативной части этого видео. Почему россиянам удается продвигаться. Так вот, выйдя из Бахмута, мы садимся на эти высоты. Там уже давным-давно все готово. В плане линии обороны, в плане построения обороны на этих высотах. И российские войска упираются в эти высоты. И даже населенный пункт Часовьяр находится за этими высотами. Поэтому говорить о том, что они там выходят на оперативный простор. Нет, они упираются в очередной рубеж обороны. Кстати, этот принцип вооруженные силы Украины используют с первого дня российского массированного вторжения на нашу территорию. Мы отступаем с рубежа на рубеж. Наши войска ни разу не бежали. Наши войска планово отходят на следующий рубеж обороны. И российские войска, подойдя к этому рубежу, начинают все сначала. Вот, кстати, по вопросу, смотрите, начиналось боевые действия в Украине со 150-175 тысяч ориентировочно зашло в Украину, вторглось в Украину в феврале 22-го года. В декабре, перед началом зимней кампании, было 350 тысяч отмечено. Сегодня 370 тысяч на нашей территории отмечено. Так вот, 175 вторгалось, к чему я? В сентябре была объявлена мобилизация, 350 отмобилизовали. Так куда делось, и сегодня 307? Так куда 150 тысяч россиян делось? Это потери. Это чистые потери России в сегодняшней военной кампании. Так что, ну пусть они попробуют. Правильно написал вам один из зрителей, что полтора километра в месяц. Это в среднем, ну понятно, что это такой расчет, прикид. Но тем не менее, это факт. Зимняя кампания российская полностью провалена. Надводные боевые дроны заходят в Севастопольскую бухту и по меньшей мере наводят там шорох. Вопрос, почему имени... Так, извините, это... Почему-то повтор. Можете ли вы сказать, о какими именно методами, средствами пользуются вооруженные силы Украины в Бахмуте? Если орки уничтожают город квартал за кварталом, говорят то, что используют... Так говорят. А то, что использует Украина, в ответ. Или это из серии «Украине нельзя обстреливать территорию России». Украина использует в ответ все то же самое. Даже иногда больше. У нас больше высокоточных боеприпасов. У нас точнее работает артиллерия. Да, единственное, что ее, конечно же, не хватает в том объеме, в котором надо. Кстати, планирующие бомбы мы тоже используем. И одно из первых применений планирующих бомб было именно в городе Бахмут. По сосредоточению российских войск. Мы нанесли вот этой GDB-C, по-моему, аббревиатура там такая сложная. Но тем не менее. Мы используем все то же самое. Просто у нас по количеству этого вооружения меньше. И личного состава тоже меньше. Но по качеству вооружения оно у нас лучше. Поэтому они идут другим немного путем. Они идут просто квадратно-гнездовой способ. Берут квартал и пока его не превратят в каменное поле. Потом берут следующий квартал. Соответственно, их пехота идет за разрывами своих снарядов. Впритык к ним. И таким образом они пытаются за ним. Мы производим точечные удары и контратаки по отдельным позициям, отдельным улицам, отдельным кварталам. Вот что мы используем. Единственный наш минус это в том, что наша артиллерия стоит довольно далеко от Бахмута. Мы не можем ее придвинуть ближе. Потому что там вот это углубление, чтобы она не попала под перекрестный огонь с выступов северного и южного, выступов западных, которые образовались западнее Бахмута. И поэтому мы не можем сегодня эффективно вести контрбатарейную борьбу против российской артиллерии, которая стоит за Бахмутом, восточнее Бахмута. Вот в этом особенность ведения боевых действий в самом Бахмуте. Ну что ж, на этом мы с вами, наверное, вопросную часть нашего видео тоже закончим. И у нас остается по традиции третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущему видео. И сегодня прозвучат такие комментарии. Первый из них будет такой. Исторический опыт показывает, что если оккупанты, аниксанты начинают зверствовать, то это значит, что их положение становится непрочным. И чем сильнее эти зверства, тем более непрочен их оккупационный режим. Переможима Михаил из Подмосковья. Да, это один из признаков. Чем больше зверств, тем больше они боятся потерять эту территорию. Тем больше они боятся местное население. Система ППО Skynex уже перебывает на боевом учерговании в Украине, заявив премьер-министр Украины. Да, это самая современная система. Работает она в автоматическом режиме. Она тактическая, ближнего радиуса действия. Нам передали на мобильной базе. Они установлены на шасси грузовиков. Там полный автомат. Радиолокационная станция. 35-мм автоматическая пушка. Скорострельность пушки достигает 1000 выстрелов в минуту. И соответственно, она работает в автоматическом режиме. 360 градусов обзор. Любой объект, который не попадает под категорию свой, уничтожается немедленно. Причем для нее погода, вы же понимаете, не имеет значения. За счет мобильной базы она может постоянно перемещаться и долго не находиться на одной огневой позиции. Вот такая вот система Skynex. Это, кстати, новейшая разработка, которая вот-вот только прошла испытание. Еще после испытания, ну если так утрированно говорить, стволы не успели остыть. Привет из Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки. Слава защитникам Бахмута, Параша загнала себя в угол, где и останется на долгие годы. Ну тут нельзя не согласиться. По поводу потерь ЗК. Осечкин по своим каналам выяснял, что их забирали с места заключения с уже подписанным помилованием. То есть назад никто бы не вернул. И за отказ просто убили бы. А за отказ воевать просто убили бы и собрали их. И прикопали. Собрали их примерно 35-45 тысяч. Пригожин там сам снимал ролики с этими искалеченными, которых якобы отпускали. Их там было максимум человек 100. Без ног, без рук. Да, помним этот ролик, где Пригожин в госпитале среди вот этих вагнеровцев. И говорит, что у них светлое будущее. Вся жизнь впереди. По наблюдениям военных, они вели себя как накачанные наркотой. И по словам тех, кто попал в плен, за ними стояли загратотряды, которые стреляли сразу на поражение при попытках отклониться или убежать. Да, там система принуждения была очень жесткая. Для вот этих вот вагнеровских подразделений, укомплектованных ЗК. Кстати, да, это подтверждает, вот этот ваш комментарий подтверждает информацию вот этого организации, Русь сидящая, по-моему, да. Что они говорят, что в ИТК, исправленные трудовые колонии, а эти ЗК уже не числятся. Их действительно списали. Их нет, как будто и никогда не было. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, что на днях орки в Запорожской области раскопали, раскопали, окапываясь. Что они раскопали, окапываясь, и как опасно это для украинцев. Имеется в виду дождь, грунтовые воды, птицы, собаки и другие переносчики заразы. Хотя понимаю, что птиц и собак в районе боевых действий нет. С уважением, наш, ваш подписчик, слава Украине, привет из Финляндии. Давайте я объясню для всех. В Запорожской области при рытье окопов, при создании об очередном опорного пункта раскопали скотомогильник, в котором оказалась сибирская язва. Двое военнослужащих Российской Федерации уже заразились, проявили симптомы болезни сибирской язвы. Ведь все подразделение российской армии сидит на карантине. Будет она проявляться или не будет. Я скажу так, что если, ну там, наоборот, осадки будут способствовать тому, что бактерия, возбудитель будет смываться, уходить в грунтовые воды. Ну а вообще, конечно, я думаю, что у них ума хватит, чтобы не распространять заразу, потому что собаки есть в районе, и птицы есть. Боевые действия, когда бой утихает, все прилетает. Воронье налетает на убитых, на вот эти остатки тел, потому что, ну, это картина страшная после боя. Вот. Оторванные конечности, убитые люди, и так далее. Поэтому и собаки прибегают на запах крови, и дикие звери прибегают, лисы там, если есть они в этих районах, волки, и другие. Вот. Поэтому нет, живность есть. Если живность начнет разносить эту заразу, то это будет очень-очень серьезное, как бы, в плане ухудшения эпидемиологической обстановки. Я надеюсь, они его закопают, этот могильник, и хватит ума хотя бы насыпать там негашеное извести, для предотвращения дальнейшего распространения. Следующий. Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жесткого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют, впоследствии сливают на него всю вину. Спустя время церковь превозглашает его святым Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Вот такое. Но Салтыков-Щедрин, я смотрю, очень правдиво и критично относился к Российской империи, писал то, что видел, то, что реально происходило, судя по тем цитатам, которые сегодня приводят довольно часто в комментариях Салтыкова-Щедрина. Мне нравится его, говорит, начали на патриотизм напирать, значит, проворовались. Вот из тех фраз, которые я запомнил. У Украины тоже есть только четыре условия мирного урегулирования. Возвращение границ Украины в рамках 1991 года, полное возмещение репараций от РФ за нанесенный ущерб Украине, компенсация от РФ каждому украинцу за моральный и материальный вред и наказание военпреступников Российской Федерации. Да, хорошие условия и вполне приемлемы для нас. Дякую, Бельгия вместе с Украиной. Вот такое короткое, но емкое приветствие. Китаю простой ответ. Покажите пример, откажитесь здесь и сейчас официально от территориальных претензий к Тайваню, который по площади только на 10 тысяч квадратных километров больше Крыма. Покажите пример, а там видно будет что да как. И это еще мы не затрагиваем уйгурский и вопрос концлагеря, пытки, геноцид героям слава. Ну, скажу так, что с Тайванем вы немножко не угадали. Почему? Потому что никто не оспаривает, что Тайвань является китайской территорией. Но Тайвань это остаток тот островок вот той вот республики, точнее вот того государства, которое было в основе. Ведь КНР образовалась намного позже. И в Тайване там более демократическое устройство местного самоуправления. И даже Соединенные Штаты говорят, что никто не претендует на то, что Тайвань это не китайская территория. Но для того, чтобы сохранить там хотя бы чуть-чуть, хотя бы основы демократического принципов демократического управления обществом, вот так правильнее будет сказать. Вот именно за это и идет сегодня борьба. Китаю предлагает принцип одна страна две системы. На что Китай как тоталитарное государство не может пойти ни в коем случае. Из-за этого весь сыр и бор. Но никто не оспаривает, что Тайвань это Китай. Вот я бы вместо Тайваня на вашем месте написал бы Непал. Горный Непал оккупирован китайскими войсками. Китай ввел туда войска и сегодня фактически эта страна находится в оккупации Китая. Так что у Китая очень много таких вариантов, где уйгуры абсолютно правильно там геноцид, они истребляют их как нацию. Непал тот же, который находится частично под оккупацией Китая. Претензии с Индией по территориальной между Китаем и Индией, где Китай претендует там на индийские территории, у них там перепалки идут постоянные. У Китая очень много проблем на территориальных проблем. Но с Тайванем здесь немножко ситуация другая. Я вам объяснил. Добрый вечер. Пишет вам Бердичев Лянко из Баку. У нас насчет ООН говорят, что это совместная чайхана. Собрались, поговорили и забыли. Вы себе представить не можете, сколько было принято резолюции по Карабаху и ничего. Все сами освободили. Весь народ. Жду перемогу Украины. Слава вооруженным силам Украины. Слава всему народу Украины. Я Яшасын Азербайджан. Вот такое приветствие. Я вам скажу, что единственное, что добавлю к вашему прекрасному комментарию, я добавлю, что это очень дорогая чайхана. Вы не представляете, какие бюджеты там вращаются. Какой там распил денег идет. Там гигантские суммы. Просто гигантские суммы. Так что они не просто собрали чайку, попили. Они попили чайку и распилилили бюджет ООН. в которую каждая страна, там 180, по-моему, 5 стран входят в ООН, каждая страна вносит какую-то свою финансовую лепту на удержание вот этого бюрократического аппарата, ну и на оказание гуманитарной и военно-технической и экономической помощи. Задача же ООН. Понимаете? И вот этот бюджет они там за пиалкой чая и пилят дружно. А насчет звонка КНР нам. Сначала их посол во Франции проверил почву и реакцию. Не прошло. Тогда решили уже поговорить с нашим президентом как последний вариант. Китаю все равно что с нами будет. Лишь бы им было комфортно и к огромному сожалению большинство стран мира так же. Нам нужно рассчитывать только на себя в будущем. А не ходить просить помощи по странам. Нам хороший урок на будущее. Надеюсь на долгое будущее. Такой урок нам надо извлечь. Видите народная мудрость типа спасения утопающего дело рук самого утопающего никто не отменял. И этот принцип должен стать для нас национальной идеей. Для того чтобы не повторять ошибок сегодняшнего дня. Ну что ж на этом патриотическом таком комментарии мы закончим с вами наш очередной видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда приглашаю тех, кто еще не подписан подписаться на мой канал. Всем кто смотрит это видео поставьте пожалуйста ему лайк для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в Збройные Силы Украины. Перемога наша слава Украине.